В день семьи, любви и верности 8 июля движение первых проведет в Барнауле в парке лесная сказка большой фестиваль семейная команда. Можно будет посоревноваться в эстафете, поучаствовать в акции книга другу и запустить летающих змеев. Программа обещает быть насыщенной и интересной. Подробнее о фестивале поговорим сегодня в студии с Ириной Рыбиной, председателем Совета регионального отделения движения первых Алтайского края. Ирина, здрасте. Рада вас видеть. Но я с движением первых уже немного знакома. А кто-то о нем, в принципе, слышит в первый раз. Поэтому давайте кратенько напомните, что это за движение. Это всероссийская организация, которая объединяет все направления деятельности по развитию детей. И сейчас каждый ребенок нашей страны, где бы он ни находился, для него есть возможность вступить в движение и в 12 направлениях, искать себя, пробовать себя, находить наставников, ходить на производство, создавать проекты, получать поддержку на их реализацию. То есть вступать в движение первых. В движение первых сейчас все общественные объединения и организации нашей страны. И не только дети, но и молодежь. Естественно, да. У нас движение детей и молодежи. Собственно, это школьники, это студенты среднеспециальных образовательных учреждений, студенты высших учебных заведений, становятся наставниками. Ну, а работающая молодежь с производства тоже будет в пуле наставников рассказывать, а как она, вот, профориентация этой жизни. Ирина, вы существуете чуть больше года, да, или даже меньше? Ну, 26 января открыто региональное отделение. Получается полгода, всего полгода. И о вас многие знают. Вы уже провели очень много всевозможных масштабных мероприятий. Почему фестиваль, вот этот фестиваль, который называется «Семейная команда», решили провести в «Лесной сказке». Почему именно 8 июля выбрали? 8 июля, да, такой значимый праздник для движения в плане ценностей, потому что движение работает над миссией. И ключевое у нас это как раз воспитание, а воспитание только через базовые истории складывается, да, из жизни. И вот семья для нас имеет особую ценность, потому что это очаг, это папа, мама, это ребенок, это преемственность поколений, бабушки, дедушки. Это взаимодействие, это там, где тебя реально, безусловно, любят, ждут и поддерживают. И, собственно, это та история, которую мы в движении позиционируем. Мы работаем на это, да, и это из жизни. О том, что кем бы ты ни был, какой бы шаг ты ни совершил, находясь в движении, ты явно найдешь верное плечо, которое тебя поддержит. Поэтому мы особый акцент делаем на этом фестивале. И вы уже сказали, что там опорной площадкой будет город Барнаул, но также более 30 муниципалитетов к нам присоединилось. То есть 8 июля тоже будет еще других муниципалитетов. Да, да, с 6 по 8 у нас там перечень мероприятий, связанных именно с тем, как всероссийское мероприятие, семейная команда реализуется по всей стране. По такому же формату будут и в наших муниципалитетах, и в городах Алтайского края, там, где специалисты российского движения детей и молодежи уже есть. Ага, семейная команда. Получается, вы приглашаете в парк именно семьи. Кто может вообще приходить? Могут приходить все. Потому что нам важно, чтобы люди, даже которые не готовы там сейчас соучаствовать, они хотя бы посмотрели, ознакомились, подошли к стенду и пообщались с нашим специалистом, и нашли для себя какие-то точки соприкосновения с движением. Или там ты наставник, или ты можешь стать партнером. У нас даже сейчас у фестиваля более 20 партнеров, которые заходят, и мы прям чувствуем колоссальный отклик в любую организацию, где бы ни пришли. Все чувствуют и понимают, что если мы сейчас для детей создадим адекватные условия для развития, если мы будем с ними на контакте, если мы правильные истории выложим, то в последующем действительно наша страна, она обогатится от этого. Вот, соответственно, очень все хорошо идут на партнерскую историю и приглашаем всех и каждого. Но вот именно участник, потому что мы же реализуем федеральный национальный проект образования в рамках патриотического воспитания, поэтому, конечно же, мы всех приглашаем через наш сайт «Будь в движении РФ». Это всероссийская платформа, где необходимо зайти в рамках мероприятий, найти семейная команда Алтайского края и подать заявку. Подать заявку там очень легко, это как раз не требует госключа. Вот, то есть через почту подаете, мама подает отдельно, папа подает отдельно. Каждый отдельно должен подать заявку? Каждый отдельно, а там она очень элементарная, просто через электронную почту. И, собственно, мы вас видим в базе, и можно податься на различные форматы. Там также описана программа, наша программа. Иначе они не смогут поучаствовать в фестивале. Смотрите, мы это тоже учли, потому что динамика жизни большая, они все успеют, и у нас будет работать регистрация непосредственно на самом фестивале тоже. То есть можно будет подойти, вам и помогут, как это сделать, потому что не все на «ты» с нашими технологиями. То есть мы предусмотрели два формата. Кто-то заранее, и сейчас у нас там уже более тысячи участников. Ну, это вот по муниципалитетам, по регистрации, еще целая неделя подготовки. И я уверена, что отклик будет очень-очень большой. Слушайте, ну а если придет столько семейных команд, что, собственно, все смогут поучаствовать или нет? Или кому-то придется отказать? Отойди, да. Да, 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 такое может случиться. Отказывать мы не будем, потому что мы предусмотрели историю, связанную, где можно присоединиться с активностью, а где можно быть пассивным слушателем. Если что касается активности, то у нас есть там спортивная эстафета. Это мы попозже чуть-чуть поговорим. С чего начнется фестиваль? Я потому что знаю, программа «Насыщенная». Программа «Насыщенная», конечно же, у нас первая в час дня – это «Торжественное открытие» на такой базовой площадке в «Лесной сказке». Она уже всем излюбленная, и она такая домашняя, действительно, она вот круг этот, как очаг. Открытие, возможность как раз тех, кто не зарегистрировался, дорегистрироваться на какие-либо локации. Будет общий анонс, ну и, собственно, тут же можно будет поучаствовать во всероссийской акции «Книга другу». Вот что это за акция? Как к ней можно присоединиться? Это акция поддержки наших новых республик, да, это регионов, совершенно верно. И, собственно, мы собираем книги в соответствии с перечнем, он у нас опубликован на наших страницах, которые русская классика, какие-то домашние книги, да, где дети смогут пообщиться к нашей русской культуре. То есть кто-то дома, вот лишняя, допустим, книжка, да, и могут принести и отдать? Совершенно верно. Или купить, принести, или отдать, принести. Но мы еще решили дополнить всю эту всероссийскую повестку именно нашим региональным компонентом и придумали закладки. Что это такое? Закладки в книгу. Ну вот когда книгу читаешь, да, то есть дочитал до какого-то момента, и туда закладочка. Но мы ее сделали именно брендированным движением первых и с туристическими объектами Алтайского края. А то есть каждая книжка будет с закладкой, чтобы, если что, приезжали оттуда к нам отдыхать? Да. Так еще мы еще, то есть, ну, просто книга – это одна ценность, закладка – это другая ценность. Но очень важно тот человек, который книгу отдает, да, он в книге навряд ли напишет, а на закладке он может написать пожелание этому человеку, который ее откроет. Пожелание. Мы вот сейчас даже придумали историю, связанную с тем, что можно написать обратный адрес, и ребенок, когда, представьте, вот школьную литературу открывает в начале года, а там закладка с Алтайским краем, теплые слова и адрес, типа, пиши, мой друг. А чтобы ребята переписывались, если что. Переписывались, конечно, по почте, это сейчас такое какое-то вот третро-история, но она тоже находит отклик. Ну, любопытно. Книжек сколько угодно можно приносить, да, все потом будут отправлены. Да, мы потом совместно собираем ее, ну, как бы все результаты этой акции с Алтайского края и с органами власти отправляем. Дальше у вас эстафета, знаю, будет. Что это за эстафета, как это будет выглядеть? Это спортивная эстафета. Папа, мама, я спортивная семья. Ну, то есть это все площадки, это формат вообще, где лишний раз можно пообщаться. Такие семейные старты, да? Да, пообщаться со своей семьей. Ну, спорт – это всегда соревновательно, а это значит дух семьи будет, это значит поддержка, это взаимовыручка, это командная работа. То есть у нас там эстафета и веселые старты, то есть такие элементарные вещи, которые можно сделать здесь и сейчас и поучаствовать. Вот это вот спортивный бок. Будет какой-то семейный завтрак. Вот я такая подумала, что может кто-то придет кормить кого-то. Или с собой надо завтрак приготовить, принести, там из-за кого-то покормить. Что это такое семейный завтрак? Ну, мы его так метафорически выбрали. Это тоже всероссийское мероприятие, оно идет и параллельно вообще Дню Семьи Верности. Это объединение, такие клубы родителей. Клубы родителей для обсуждения актуальных вопросов, для встреч с экспертами. Сейчас, ну, всегда, вообще всегда был вопрос межпоколенческих связей, отцы, дети. Как бы жизнь меняется, проблемы меняются. Вот важна психологическая, педагогическая поддержка этих процессов. Мы будем приглашать и у нас вот здесь как раз партнеры Алтайский государственный педагогический университет, Мир детства, Центр. Они расскажут. Ну, это лекции какие-то были, да? Ну, это будет практика, совершенно как бы вот именно в формате общения. Задают вопросы люди, которые пришли. И тут эксперт показывает свою экспертную составляющую, да, и быстро, совместно находит какие-то решения, а именно как завтрак, потому что за чашкой чая всегда вот это неформально. А, там за чашечкой чая все это будет проходить. Да, мы, конечно, будем организовывать. Какие пирожные, наверное, понятно. Можно приносить свое. Можно приносить свое. То есть я не зря сказала, что семейный завтрак нужно со своим. И вот меня, я изучала, да, программу фестиваля, заинтересовал запуск воздушных змеев. Ну, такое, наверное, детки очень многие любят. Да и детки, и взрослые наверняка тоже. Но не требуется же змея тоже дома сделать и с собой принести. У нас два формата. У нас два формата, да. Мы как раз своими мероприятиями ориентируем на формат, дело первых, да, чтобы папа, мама и ребенок поделали сами что-то руками. Дома делали или в парке? Вот мы запустили сейчас конкурс на то, чтобы, если вы поделали дома, да, то вы в конкурсном испытании принимаете участие, там у нас будет награждение. То есть можно принести из дома. Своего готового. Готового. Сами сделали. Там мы вот ориентированы на то, чтобы, а вот как раскрасить змея. Да, мы очень хотим, чтобы люди лишний раз подумали о том, а что является ценностью вашей семьи, какая у вас есть традиция, какой орнамент, не знаю, рисунка соответствует характеру вашей семьи. А, даже так. То есть вместе посидеть, порисовать, подумать, какие цвета, да, там соответственно. Подумать, пообщаться, да, какой цвет, какой формат, какой рисунок. Вот это все создали, сделали. То есть если вы не принесли, то мы вот закупаем историю, связанную там с чистой белой, чистый лист, да, белый змей. И, собственно, там можно это создать. Научиться делать даже змеи, а вдруг придут и не умеют. Мы, да, тоже с коллегами обсуждали о том, что можно мастер-класс показать о том, как из подручных материалов. В принципе, можно, мы же в своем детстве, мы делали целлофанка, две палки, леска и побежала. Собственно, так. То есть сделали, и можно потом запускать их. Да, и потом вот. И выберут самых лучших, самых красивых, самых, не знаю, все-таки. Ну, относительно самых-самых, мы тоже очень много дискутировали с нашими коллегами, что у нас эстафета соревнования, тут вот змей, которые... Где столько призов найти, да? Ну, призы, на самом деле, да, то есть наша организация, она поддерживается государством, очень активно. И призы будут? То есть на каждую? И на эстафету, и на змей? И медали, и статуэтки. Все это будет. Но мы для себя определили, что первое, второе, третье место, оно у нас условно. Что все-таки первые из первых, они первые. И каждый в чем-то, в каком-то моменте, да, он здесь тоже был первый, поэтому мы вот как бы... Будете первых только наградать? Трех лидеров, трех первых семей в каждой номинации мы обязательно наградим. Ага, тоже, кстати говоря, мотивирует для того, чтобы прийти в парк 8 июля. Еще прочитала, что центральное событие праздника – фотосессия. Некая семей победителей фотомарафона, семья первых. Я просто не знаю, что это за фотомарафон. Участвовал ли в нем кто-то уже, я так понимаю, он уже проходит достаточно давно. Да, расскажите, Ирин. Да, мы его запустили. В принципе, я свое утро начинаю с того, что открываю ленту, и вижу, как наши семьи реально выставляют фотографии своего домашнего очага. Любые семейные фотографии? Любые семейные фотографии, в которых можно рассказать о ваших традициях семьи, о каких-то, ну не знаю, моментах таких, которые бы были полезны другим семьям. Да, как вы там любите собираться, почему это активно, ну как бы активно вот ваша семья действительно собирается, и никто не отмазывается работой или какой-то другой занятости. Кто-то на даче работает, кто-то бегает вместе, кто-то лепит, что-то еще. Все как бы обязательно вместе. Плюс нам очень хочется, чтобы на этих фотографиях увидели реально, что у нас семьи в Алтайском крае, они многодетные. Да, то есть, ну вот объективно я вот посмотрю. Ну сейчас очень много, да, семей, двое, трое, то то и четверо ребятишек. Да, ребятишек, и вот отличаются же семьи там, где видно, что бабушка с дедушкой тоже присутствуют, да, вот это. Да, да, да. А это же воспитание, то есть то, как ты относишься к своим родителям, да, дети видят, они к тебе будут так же относиться. И вот мы делаем это для того, чтобы каждый лишний раз, даже наткнувшись на эти фотографии, вспомнил о праздник семьи и любви и верности. О, я что, то, что в семье, да, и лишний раз позвонил своим родителям, обнял там своего ребенка, потому что, ну вот из этих элементарных вещей складывается наша жизнь. А там получается, смотрите, будут эти фотографии выставлены, да, или можно там еще сфотографироваться будет? Мы сейчас это вот все у нас специалисты анализируют, выбирают фотографии самых таких проникновенных историй. И вот, в принципе, люди, которые участвуют в этом фэш-мобе, обязательно пусть приходят в лесную сказку 8 июля в час дня и ищут себя на большом панно фотографий именно вот семьи Алтайского края. Ну а победители получат возможности профессиональных фотосессий именно там. То есть первые пять, первые три места получат фотосессии. У нас будет много таких творческих локаций, где, конечно, можно и самим пофотаться, ну и всегда же приятно, когда это делает профессионал. Ну, я так поняла, что будет интересно, будет весело и будут призы обязательно. Давайте еще раз всех пригласим 8 июля в час в лесную сказку. Пусть приходят и радуются этому празднику вместе всей семьей. Там детки, мамы, папы, бабушки, детки. Совершенно верно. Ну и также, если вы из муниципалитетов, ищите такие же локации с 6 по 8 у себя непосредственно в городе, в районе. Встречайтесь с нашими специалистами, устанавливайте с ними контакт и, собственно, подключайтесь ко всем возможностям, которые дает сейчас движение первых. Будьте первыми. Спасибо, Ирин. А я напомню, что сегодня мы говорили о фестивале, который пройдет День семьи, любви и верности с Ириной Рыбиной, председателем Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Спасибо.